Всем привет! С вами Олег и Валя. Друзья, напоминаем, мы сейчас в Египте, город Шам-эль-Шех. Мы остановились в отеле Тропител Намабей, 5 звезд. Мы уже здесь отдыхаем почти 7 дней. И мы сейчас решили вам сделать полный обзор отеля. И мы уже изучили территорию отеля и сразу забегу наперед. Территория просто огромная. Друзья, начнем с того, что ремешки в отеле выглядят вот так. Они желтые с черной надписью Тропител Намабей. Также здесь могут еще ходить люди с синими ремешками. Это с другого Тропитела, Тропител Вейвс день и ночь. И напоминаю, что мы сюда приехали на 7 дней, 7 ночей за 570 долларов на двоих. Вылет из Киева. Ну что, погнали. И отель расположился прямо на променаде Намабей. Напротив Hard Rock Cafe, к сожалению, сейчас оно не работает. И вот его основной корпус. В отеле 5 этажей. Мы остановились на третьем. Вот наш номер. И обзор вы можете посмотреть у нас на канале. И здесь центральный вход и рецепция. Ну что, пойдемте. Слева от входа у нас находится магазин, аптека и кафе. Оно же вечером а-ля карт, который вы можете посетить бесплатно один раз. А также ночной клуб Литл Будда, который вам тоже будет бесплатным. Как всегда, по приезду на входе оставляете чемоданы. Их дезинфицируют. И заходим по вот такому вот кругу. Конечно же, надо пройти через рамку. И при заселении вам должны померять температуру. Так как мы уже постояльцы этого отеля, нам температуру не меряют. Справа от нас находится рецепция. А вот здесь ребята отвечают за ваши чемоданы. Записывают номер комнаты и помогают вам их туда отнести. Рецепция у нас находится за стеклом. Русско-говорящие здесь есть, как нам объяснили. Но не всегда желают разговаривать по-русски. Делают вид, что не понимают. Здравствуйте. Заселение в отеле с 14. Но если есть свободный номер, то вас заселят и раньше. Справа по коридору находится туалет. Вот там. А чуть левее зона отдыха, то есть лобби. Очень много столов. Место всегда можно найти. Как видите, уже бассейн виден. Но туда мы спустимся и пойдем немножечко позже. А вечером здесь проходит какая-то анимация. Часов 8 вечера начинается живая музыка. Вот прямо здесь. Так что в отеле бывает очень шумно. При отеле есть и магазин. Вы скажете, зачем? Ну вот мы, допустим, покупаем себе бутылку колы. И она у нас стоит в номере, чтобы не бегать в бар и не просить напитки. Стоимостью 1 доллар 1,5 литровая бутылка. Ну, также можете приобрести разную-разную мелочь. Ну, а здесь у нас основной бар. В отеле стоят вот такие загораждения, как в основном ресторане, так и в барах. То есть, близко бы подойти не можете. Что из напитков здесь есть? Да, как в принципе и в любом отеле Египта. Ром, кола, джин. Супков пакетированных нет. Только вот такие вот юпи. Но есть кофе-автомат, и можно выпить кофе вкусное. А здесь у нас находится гастролейшн. Вот только что девочку мы прошли. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно звоните на рецепцию, или подходите, обращайтесь к гастролейшн. А, например, зачем, спросите вы? А потому что в номере у вас нет тапочек. А если вы к ней обратитесь, то вам выдадут и принесут сразу же тапочки, воду по вашему запросу. Санитайзеры на входе. Лобби отеля очень красиво. С высокими-высокими потолками и красивыми люстрами. И нас встречает вот такая вот лестница. Давайте поднимемся. Пойду сразу направо. И покажу, что находится наверху. Точно так же хочу напомнить, что справа у нас имеются туалетные комнаты. Вот они. Ну а слева у нас снова лобби. То есть здесь происходят встречи с гидами. Вот, допустим, сотрудник Коралл Трэвел. Мы, кстати, в этот раз в гиду не ходили. И вот такой вид на бассейн сверху. Вид с балкончика второго этажа на рецепцию, лобби и бар. И в правом крыле отеля находится основной ресторан. Сейчас он закрыт. И на входе у вас обязательно померят температуру. Запишут ее на бумажечку. И запишут ваш номер комнаты. Санитайзер, салфеточки. Все есть. А обзор, чем нас кормят в этом ресторане, тоже смотрите у нас на канале. И мы возвращаемся на рецепцию и идем к бассейну. Здравствуйте. А скажите, есть в отеле интернет, вай-фай бесплатный? Есть. Интернет есть на рецепции. Бесплатный. Он не хороший, но вайбер вы спокойно передадите. Больше нигде вай-фай нет? По территории нету. Вот так. И прямо от пара есть выход в бассейн. Разрешите, пожалуйста, молодой человек, пройти. Спасибо. Спасибо. И вот наш красавец-бассейн. Бассейн подогревается. Мы меряли температуру в нем от 28 до 30 градусов. Сразу же можно взять на входе полотенце. Отдаете карточки. Кстати, штраф за утерю карточки 250 фунтов. Берете полотенце. Бичбой, который вам поможет расположиться. Зонтики, шезлонги. Все есть. И сразу же нас встречает в СПА. Да, вы скажете, вот такая маленькая кабинка. Но нет, давайте зайдем туда. Дальше. Раз. И ступенечки вниз. Кому интересно, что в СПА, смотрите дальше. Вы спрашивали, мы вам показываем. Конечно, по кабинетам я ходить не буду. Там отдыхают и расслабляются люди. Но покажу вам хотя бы спортзал. Как видим, две беговые дорожки. Есть силовые тренажеры. Раз, два, три. Ну и гантели. В принципе, все. Кулер с водичкой. А я, кстати, знаете, даже не вижу велотренажера ни одного. Ну и тем не менее, зал в отеле есть. Итак, зайдем дальше в СПА. Посмотрим. Играет такая лаунч-музыка. Есть куча кабинетов. Раздевалка женская, мужская. Здесь нам уже показывали, есть две сауны. Сейчас там занято. Не будем тревожить людей. Ну и, естественно, комнаты для массажа, масок. И тому подобное. В общем, будем идти обратно. Потому что здесь находятся люди. Я не буду их снимать. Пойдемте дальше. СПА мы уже посмотрели. Давайте обойдем бассейн. Души, конечно же, есть. И туалет возле бассейна тоже есть. Находится прямо вот здесь. Шезлонги современные, легкие, пластиковые. Поэтому их легко притащить самому. Глубина от 70 сантиметров. Даже вижу 65 сантиметров. Столы можно отдохнуть, в тенечке посидеть. И вот такой вот детский бассейн. Хочу напомнить, что бассейн у нас расположен внутри центрального корпуса. Вот, видите? То есть он, получается, практически полностью закрыт. От ветра. Но иногда, конечно, ветер здесь тоже бывает. Мы это уже поняли. В бассейне есть бар. Можно подойти со стороны улицы. А можно и в бассейне посидеть, выпить прохладненький напиточек. Но, кстати, скажу вам по секрету, бармен здесь не всегда находится. И иногда проще сходить вон туда, на рецепцию лобби, взять напиток в том основном баре. Здесь у нас глубина 160. Я не достаю до дна. Так как у меня метр 62. В тапках. Водичка действительно в бассейне очень-очень теплая. А еще кому удобно, можете себе просить номера на первом этаже. И вы выйдете прямо к бассейну. Вышел утром, кинул полотенце. Вес-то занято. Так, здесь у нас павлины, хотела сказать. Вот такой вот живой уголок. Ну, в общем, вот такой у нас бассейн. Но это всего лишь малая часть отеля. И в конце вот этого основного корпуса есть лифты, которыми вы поднимаетесь на пятый этаж и попадаете наверх. Наверх отеля. Да, здесь есть еще как бы второй ярус. То есть отель располагается на горе. Поехали, посмотрим, что дальше. Итак, друзья, пришло время показать вам локацию, которая находится на третьем этаже. Получается, вы выходите с коридора и попадаете на открытую площадку. Здесь у нас проходит вечерняя анимация. И здесь у нас есть бар, который тоже вечерний. Работает он приблизительно с 19.00 до 23.45. Вот эта площадка с прекрасными видами на бухту Намабей. Сейчас мы покажем вам ближе ее. Дальше находится сцена. И вот это бар. Также справа есть прекрасный вид на бассейн, на внутренний дворик. Красота. Да, вид действительно здесь красивый. Хоть здесь и бассейн, но он очень красиво гармонирует. Голубой бассейн и белые стены. На обратной стороне площадки не менее красивый вид, но уже с другими видами. Идемте посмотрим. Здесь открываются шикарные виды на бухту Намабей. Там, кстати, он парашют летает. Если вы присмотритесь, видно остров Тиран. Вон он возвышается. Отсюда видно почти все отели. Также видно отсюда променад. И основные, как говорится, сооружения. Это, допустим, ночной клуб Hard Rock Cafe, который, к сожалению, работает. И другие здания. Давайте подойдем ближе к бару. Да, Бали уточняет. Бар начинает работу свою с полдевятого вечера. Двадцати-тридцати. Здесь находятся вытяжки с общего ресторана. Из-за этого здесь постоянно шум стоит. Также вот здесь вот проходят пати. Здесь каждый день проходят вечерние анимации. Если прохладно... Кстати, не убрали еще с прошлой анимацией. Если прохладно, включают такие вот газовые лампы. Музыка гупает громко. Так что, если хотите тишину, номера вот эти вот, в которых мы, там 304 рядом, лучше вам не занимать. Ну, сейчас еще покажем один вид. На отель тут тоже, как бы, такая полусмотровая площадочка. Вид на внутренний дворик. И опять же, бассейн. Друзья, сейчас хоть и март, но довольно жарко. Солнце печет. У нас 25 градусов. Мы вооружились от солнца. Валя, так, я сяк. И готовы идти вам показывать верхнюю часть отеля. Там, где находятся виллы, аквапарк, бассейн и олимпийский бассейн. А чтобы туда попасть, вы можете слева от отеля подняться по лестнице или воспользоваться лифтом. Доезжаете на пятый этаж. Проходите весь основной корпус отеля. И поднимаете сверху. Что мы сейчас и сделаем. Погнали. Проходим все эти самые длинные коридоры от самого корпуса. Идем в самый-самый конец. Эли, ватарателли. Кстати, сейчас же так не делают. Что-то я заметила. Сейчас делают открытые, чтобы опровергивались. А здесь коридор закрытый. Зато здесь прохладно. Да, но если бы... Помнишь, там в Рексусах еще где-то дырки сверху, снизу. И сквознячок идет даже, наверное, не карацелетом. А здесь вентиляция, видишь. Сахар будешь? Ну, а мы выходим в торце основного корпуса. И слева у нас лестница, по которой вы также можете подняться или спуститься. И здесь открывается шикарный-шикарный вид на бухту. Где вы можете сделать вечерние красивые фоточки. Дневные тоже. Крутую локацию. Поворачиваемся направо. Идем в верхнюю часть отеля. Почему верхняя? А потому что, смотрите, как располагается отель. Вот это основной корпус. Он находится в самом-самом низу. А вторая его часть находится на горе. Итак, а кто не любит пешие прогулочки по территории отеля, можете воспользоваться вот таким вот паровозиком. Как вам, а? Бесплатный трансфер в отеле. Ну, если честно, то есть по территории вот такие вот бусики, которые вас отвезут на рецепцию, в ваш номер, куда вы захотите. И сразу же хочу сказать, что слева это территория отеля Тропитель. Но здесь частная территория. И написаны таблички приват. У каждой виллы есть свой бассейн. Но туда мы попасть, к сожалению, не можем. На верхней территории вам, если вы любите походить, придется полазить немножко по склонам и горам. Так что вот такой вам фитнес. А мы уже практически пришли к верхнему бассейну. Одному из бассейнов, на котором есть аквапарк. Давайте посмотрим. И вот, вот он наш еще один теплый бассейн. Он, похоже, немножечко меньше, чем внизу, в нижней части отеля. Но зато здесь греется водичка. Здесь есть свободные шезлонги, так как сейчас люди уже начали расходиться на обед. И здесь есть горки. То есть бассейн называется с аквапарком. Мало того, друзья, этот бассейн считается тусовочным. Здесь проходят анимации. Здесь музыка громко, гупает. Если вы не любитель всего этого, хотите более тишины, идите на нижний бассейн. Там тихо, спокойно, только дети покрикивают. А здесь... Да, потому что здесь будут кататься с горок, шуметь, прыгать бомбочками. Да, да. В общем, кому... Взрослые, дети, здесь все будут. Также здесь, смотрите, для микрика в бассейн. 50-сантиметровый. И вот они горки. В бассейне стандартные три горки. Прямая, чуть-чуть повыше. И вот такая. Видите, и вы в бассейне. В бассейне также можно взять и сдать полотенце. Даже если вы взяли полотенце на нижнем бассейне, вы всегда можете его сдать. И вам дадут карточки на верхнем. Это очень удобно. Водичина. Супер. Здесь глубина 110, потому что здесь горки. Дальше глубина будет поболее. И, насколько мне известно, она будет доходить до двух метров. Это круто. Уже вот 175. Шезлонги видим. Есть. Столики, зонты. И даже вот такие вот качельки. Душ имеется. И глубина у нас 177 сантиметров. И я повторюсь. Если вы не нашли себе утречком местечко, шезлонг, то во время обеда вам лайфхак. Прибегаете, кидаете полотенце. Потому что шезлонгов очень-очень много свободных. А есть еще второй ряд вот таких шезлонгов. Прям VIP кабинок, которые под накрытием. И они совершенно бесплатные. Можно отдохнуть, поспать, полежать в тени. Класс. Также возле бассейна есть бар. И Олег уже пошел нам брать какие-то прохладительные напиточки. Давайте посмотрим, что же можно взять в баре. Вот такой вот тенечек с барной стойкой. И даже есть какие-то снеки. Сейчас заглянем. Здравствуйте. Спасибо. О, лед в баре есть. Стаканчики классные. Пиво холодное. Во, лайк вам. В баре можно не только выпить алкогольные и безалкогольные напитки. Но еще есть чай и кофемашина. А здесь у нас ничего. А здесь у нас ничего. И сразу возле бара есть панорамная площадка смотровая. Это очень крутая локация. Всем рекомендуем здесь побывать вечером, днем. Ну, а кто жаворонок, то и встретит рассвет. Потому что здесь крутецкие-крутецкие виды. Смотрите, вся бухта прямо как на ладони. Валь, ты скажи мне, это то, что я думаю? Это коралл? Нет, это куст какой-то, дерево. А, это кактус был, просто он засох. А, я думал, слушай, он на коралл похож. А похоже на пучку от верблюда. Вот такой вот машинкой вас могут доставить в ваш корпус. Потому что здесь находятся вот такие вот вилы. Они отдаленные от основного корпуса и рецепции. Поэтому вас могут подвезти. И это очень удобно. Да, мы сейчас стоим вот как бы на площади. Вот она обозначена. Слева от нас. Это бассейн с аквапарком. Прямо это в Тропител на Амабей отель. Левее это к виллам. А вот по этой дорожке мы сейчас попадаем... В Олимпийский бассейн. Да, мы туда сейчас пойдем. А вот туда дальше. Это дорога к Тропител Вейвс. День и ночь. И выезд с отеля. С верхней части отеля Тропител на Амабей. А мы идем в Олимпийский. Я вот эти птички называю удодики. Ну, не знаю, правильно или нет, смотрите, как она бежит быстро. Серьезно, да. А как они называются на самом деле? Потому что они на нашей территории отеля раздолбали дырки в газоне. Просто на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Скажи, какие помпезные входы на виллу. Да, это 700 номера. Нам еще рекомендовали селиться в 900-х. Они якобы самые-самые спокойные. Ну, кое-что видишь, подсветка разломана. Смотри, как он далеко этим клювом достается. Класс. Да, очень глубоко. Ну, а мы уже выходим к так называемому Олимпийскому бассейну. Который сейчас не работает. Вернее, наверное, работает, но не подогревается. Ну, на рецепте нам сказали, что он не работает. А ты мне скажи, это действительно для того, чтобы тренировались пловцы? Ну, видишь, Олимпийский из-за чего. Возможно. Ну, тумбы для прыгания. Все правильно. Подготовлен для соревнований. Ну, мне кажется, Олимпийский метров 50, а тут, наверное, 25. Хотя, может, я ошибаюсь. Ну, вон, видишь, вход для обычных людей, не Олимпийцев, тоже есть. Класс. Ну, такой приличный бассейн. А давай потрогаем водичку. Кстати, глубина Олимпийского бассейна 2 метра, ребята. Так что, Олимпийцы, где вы? Это на самой глубине. Там меньше. Ну, это понятно. А ну, Олимпийцев-то мы здесь не видим. Потрогаем водичку? Давай, трогаем. Только не свались туда. Ой, ну, водичка даже холоднее, чем в море. Водичка мокрая и холоднее, чем в море. Да. Ну, Олимпийцы, народ закаленный, что ж ты хочешь. Вы нас просили показать Олимпийский. Вот он, пожалуйста, в подробностях вам. Замедленность съемочки, проводочки. Вот такой вот Олимпийский. Итак, друзья, мы вам сделали довольно подробный обзор отеля Трепетел на Мабей. И нижней части, и верхней. Конечно, верхней части мы показали не все. Но мы показали то, что работает. Ресторан-гриль работает? Да, нам писали, что возле девятисотых номеров есть гриль отдельный. На рецепции сказали, на данный момент гриль закрыт, он не работает. Кроме Олимпийского бассейна на территории, верхней территории, еще на Мабей, Трепетел на Мабей, есть еще два бассейна. Они тоже не работают. Мы ходили, ну, как работают, купайтесь, но он холодный. И там нет шезлонгов, соответственно, и полотенец вы там не возьмете. В данный момент Гастерлэшн нам сказала, что на верхней части Трепетел на Мабей, к сожалению, нигде покушать нельзя. Только в баре там булочки какие-то были. Поэтому все отдыхающие в верхних вилл кушают в основном ресторане внизу, в центральном корпусе отеля. Друзья, если есть какие-то у вас вопросы по отелю, пишите в комментариях. Мы с удовольствием, если сможем, ответим на ваши вопросы. Да, подписывайтесь на наш канал и наш инстаграм, ссылка в описании. Друзья, с вами на позитиве. Из Шарм-эль-Шейха были Олег и Валя. И всем вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok